Математика в сотрудничестве с медициной. Ученые Северного Арктического Федерального Университета предлагают использовать технологию нейросетей для диагностики различных заболеваний. Для этого уже разработано программное обеспечение для диагностики возрастных нарушений в работе головного мозга. Сейчас специалисты САФУ вместе с педиатрами Медицинского Университета собирают данные для второго этапа исследований. Математическую модель будут использовать для диагностики пороков развития плода в утробе матери во время беременности. На вход модели подается какие-то данные, то есть это может быть анамнез, может быть какие-то результаты исследования, какие-то лабораторные результаты исследований. И по этим результатам на основе этой модели мы можем получить выход. То есть это либо диагноз, либо какой-то, например, как у нас группа когнитивных нарушений. В перспективе исследователи хотят тестировать эту модель при диагностике депрессии. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в течение ближайших пяти лет этот тип патологии займет лидирующую позицию среди самых распространенных заболеваний в мире. Ранняя диагностика может помочь избежать лечения препаратами. Здесь, во-первых, мы можем применить методы психотерапии или психологической коррекции. В частности, опять те же самые нейротехнологии. Это тренинги с биологической обратной связью. Оборудование, которое у нас в Российской Федерации выпускается, его достаточно много. Это тема очень разработана у нас. Это не медикаментозные варианты помощи и коррекции, можно сказать, лечения. В этом исследовании примут участие добровольцы, среди которых будут и студенты архангельских вузов.